Дай почитать. Голова деревянной храмовой статуи Пороскевой Пятницы. При этом коллекционер Ворошилов найден мертвым, а лицо покойника выражает крайний испуг и изумление. Но детектива не получится. Преступник сам все расскажет читателю. Это деревенский мужик-антипельин, с утра до вечера работающий на заводе, живущий без семьи, уединенно, он простоват, очень набожен, но не торопимся делать заключение. Никаких мук покаяния глубоко верующий Антип не выказывает. И тут начинается жутковатая мистика и вообще невероятные вещи. Тайна корнями уходит в 1722 год. Святой Синод запрещает деревянные стуканы, которые столетия помогали поросящим. Но отвергнутые, сожженные, изрубленные в щепки при Петре, некоторые из них чудом уцелели благодаря сердобольному и заботливому русскому люду. Намоленные статуи, деревянные и стуканы, не все, разумеется, спасены. И постепенно они оживают и живут среди людей, ведут блоги, работают на мебельной фабрике, преподают на кафедре и все лелеют мечту послужить Отечеству настоящим людям. Сколько деревянных людей, никто не знает. Может, сотня, может, тысячи. Они не могут сказать людям, вы нас выбросили из храмов, а мы встали и стали похожими на вас. И тут случилось непредвиденное. Та украденная голова Пороскевы оказалась вовсе не дымовитой, раннехристианской святой, а разнузданной хтонью марой, богиней плодородия и судьбы мокошью, випостаси смерти недоли. Привычный мир деревянных людей пошатнулся. Антипельин, гениальный краснодеревщик, бывший истукан, рассказывает нам всю эту историю, влюбляется в дочь умершего Ворошилова, проявляет чувства к новоявленной дочери-подростку Дуняше. Однако помимо рассуждений о бытии, о трех мирах, о язычестве и православии, Рубанов говорит о созидательной силе творчества и о том, что миссии Творца нет, он подчинен чужой воле, о бессмертии, о хрупкости бытия и о том, что идолы не умирают, но живут в новых реалиях. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам, «Преображенское 65» и «Ленина 103А». До новых встреч! Дай почитать!